Этот урок будет отличаться от остальных уроков, в том числе тем, что я не буду здесь взглядом сверлить объектив видеокамеры. Я буду преимущественно смотреть в свой конспект, который буду здесь выписывать, и вглубь себя иногда буду всматриваться, извлекая те или иные воспоминания. Структура дрессировки, подробный разбор. Этот урок будет состоять даже из-за тех мгновений, когда я, задумавшись, буду просто молчать, буду плавно выписывать здесь, и я приглашаю вас вместе об этом поразмышлять. Когда о дрессировке, о воздействии идет речь, то сразу я извлекаюсь с памяти следующее воспоминание. Я еще не пошел в первый класс и, сидя на полу, смотрю телевизор. Громко из его динамиков дает о себе знать реклама в перерывах, пока показывают ту или иную передачу. Неважно, какую передачу. Ну так вот и реклама. Чтобы задаться вопросом, а для чего рекламу показывают, и, конечно, здесь ответ очевиден, чтобы продать. Но если продать, используя рекламу, то люди так себя заставляют выкручиваться, придумывают сюжеты. Они там продают майонез, а так его запаивают, словно майонез это ключ к счастливой семейной жизни. Пункт первый. Воспоминания о рекламе. Я помню, как громко дает она о себе знать. С точки зрения того, что музыка начинает играть. У хозяюшки из рук выпадает стакан, разбившийся кафельный пол. К ней подходит ее супруг. Все в порядке, дорогая? Бывает ничего страшного? Она говорит «Да, любимый». И поворачивается в своем балахоне, поворачивается к холодильнику и достает оттуда упаковку с майонезом. Неспеша ставит его на стол. Можно слышать далее здесь разливистый смех малышей, которые выбегают гурьбой на эту кухню, и они так дружно сидят. И потом на переднем плане «Майонез – майонез, вкус еды, а не майонез». И завершается все. Я тогда понял, надо же, но если реклама для того, чтобы продавать, они же могли просто, получается, говорить «Купи майонез». Вместо майонеза можете вставить все, что угодно. Но нет, они заставляют себя придумывать какую-то художественную легенду. Это представьте, я вот маленький пупсик, еще даже в школу не пошедший. Придумывают какую-то легенду художественную. И задача которой – создавать образы и впечатления в воображении у зрителя. Словно этот продукт, который покупатели вмазывают себе в слизистую, имеет отношение к вот этой гармонии в семейной жизни. Воспоминания о рекламе. Очень важно овладеть вниманием. Звук. Интрига. Далее. Обязательно нужна некоторая легенда. Легенда нужна. Некий пух. Мусор. Под словом «мусор» и «пух» я имею в виду, можно представить это в виде яйца. Овладеть вниманием. Смотри на яйцо. Легенда. Пух. Мусор в данном случае. Давайте мусор уберем. Пух. Оставим. Это белок и желток яйца. Обязательно должно быть внушение. Что-то делать. Или не делать. Вот. Это само получается воздействие. И в данном случае какое внушение? Хочешь иметь счастливую семейную жизнь – покупай майонез. Хочешь быть счастливым – покупай майонез. Купи майонез быстро, если не хочешь страдать. И потом, после этого у нас идет что? Завершение всей этой истории. То есть необходимо овладеть вниманием. И рекламодатели за серьезные деньги покупают возможность овладеть вниманием зрителя. Далее его вниманием овладев, начинают ему раскаленным ножом, как в масло в бессознательное, вонзать некоторую легенду, которая состоит из пуха, каких-то слов. В центре которой есть игла этого внушения, что-то делать или не делать. Первое воспоминание. Воспоминание номер два. У меня была игровая приставка Дэнди. Как вы на это смотрите? Ну так вот, игра, игровая приставка Дэнди была. У моего… Он не был моим одноклассником. Он обучался на класс младше, чем я. Это, кстати, это единственный эпизод в моей жизни, когда я сознательно, умышленно использовал тогда создание легенды, мифа. У этого, ну, мальчика, я сам мальчик был. Это, наверное, был у меня класс третий. У него тоже была игровая приставка Дэнди. И у него был картридж с игрой Street Fighter. И не просто Street Fighter у него был. Может быть, кто примерно моего возраста, чуть младше или старше, может вспомнить. Там была такая часть, когда было чуть больше персонажей, в общем. Мне было любопытно до мозга костей в этот картридж поиграть. Я настолько сильно чувствовал желание это сделать. Настолько это желание заполучить этот картридж было настолько сильным во мне. И как его получить? Ну вот как получить этот картридж с этим Street Fighter? Я тогда придумал такую историю. Я взял кусок какого-то металла и придумал миф, легенду. Я сказал, Максим, давай меняться. Я тебе дам вот эту штуку. Ты ее вот так вертикально поставишь рядом со своей приставкой. И она позволит тебе включать любую игру, используя вставленный в приставку картридж. Я настолько сильно хотел заполучить этого Street Fighter, уличный боец игру, что я даже сам поверил в этот миф, в эту легенду. Но, конечно, это была то еще хитрость, шарлатанство. Я после того эпизода, видимо, не верю больше ни во что, потому что я вижу вот эту мифическую составляющую. Ну ладно, я сейчас буду плавно, подробно раскрывать значение этого знания. Ну так вот, у меня отложилось воспоминание в голове, что я прихожу к нему, недалеко от меня он и жил, поднимаюсь на этаж, значит, звоню в дверь. Давай так, ты мне Street Fighter дашь, а я тебе вот эту тему, я тебе сейчас скажу, что она делает. Ты ее вот вертикально, ну вот так вот ставишь рядом с приставкой, у нее есть антенна, она ловит сигналы, и поймав нужные сигналы, позволяет тебе выбирать любую игру, которую ты хочешь на приставке. Вы, может быть, скажете сейчас, ну, ну, короче, сложно в это поверить, но это действительно эпизод этот был. Ладно, на, давай. Вы можете сказать, ну, здесь столько логических неувязок. Если у тебя такое есть изобретение, новшество, то тогда, получается, судя по этой логике, ты можешь его использовать для того, чтобы самому его задействовав, в этого Street Fighter поиграть. Правильно? Ведь об эту гипотезу сразу разбивается этот миф, не так ли? Да, скажу я вам. Но, как правило, мысли так далеко не заходят. Не заходят мысли так далеко. Даже у взрослых людей, что говорить о детях, да? Далее, ну, Альберт, ну, понятно же, что пройдет там несколько мгновений, и этот человек поймет, что это какая-то хитрость. Ну, да, но тоже так далеко мысли не заходят. Как правило, так далеко мысли не заходят. Ну, в общем, мы обменялись, и я взял этот картер, этот Street Fighter, пришел домой и с радостью играл. Потом, через там пару дней, я его вернул. Но воспоминания, связанных с возвратом, у меня нет. У меня есть воспоминания, связанные с придумкой этого мифа, этой легенды, этого пуха. У меня есть воспоминания, связанные с тем, что я воткнул этот картрид, что вот вижу этот Street Fighter. Я тогда подумал, надо же, когда желание столь велико, что словно, знаете, все ресурсы бессознательного активируются, чтобы рождать идеи, чтобы это получилось. Больше так я никогда не делал. Никогда. Ну вот, это второе воспоминание. Воспоминание о картридже, который я заполучил, в кавычках поставлю «заполучил», используя легенду. Получается, есть задача оволодеть вниманием. Максим, тут такая тема есть интересная, я тебе сейчас расскажу, ты вообще не поверишь. Далее после этого идет легенда. Это пух. В общем, вот эту штуку, действительно какой-то там кусочек металлический у меня был. Можно было даже вместо этого просто спичку использовать. Ты можешь поставить, и у тебя она будет ловить сигналы, используя легенду. И в скобках, чем больше деталей в этой легенде, и чем с более серьезным лицом ее рассказывать, тем сложнее в нее не верить. А само внушение в данном случае плюс, ну, внушение, команда, которая называлась «дай мне картридж». То есть, видите, если человеку сказать «заплати 10 тысяч рублей за вот этот кусок металла, который ты напялишь себе на кисть, будешь говорить спасибо». Он скажет «Вы что, издеваетесь надо мной?» Но если этому человеку промывают мозги историями чудесных исцелений, как человек, напялив на себя этот кусок металла на кисть, он начинает нормализовывать свое давление, лучше себя чувствовать, и снова становится в постели гигантом, то человек сам начнет спрашивать «Где я могу купить этот браслет? Дайте заверните мне два». Это воспоминания о рекламе циркониевых браслетов. Может быть, вы их помните. Когда уже, я помню, смотрел по телевизору эту рекламу, и у меня сопровождала только одна мысль. Надо же, как нагревают доверчивых зрителей, впаивая им в мозги этот пушистый, набитый пухом миф-легенду, чтобы заставить их платить серьезные деньги за кусок даже не металла. Воспоминания о браслете О браслете Как продать дорого дешевый кусок даже не металла. Необходимо овладеть вниманием, для чего был задействован этот выдающийся актер, который у зрителей вызывает самые теплые воспоминания из детства, благодаря фильмам «Афоня». Иван Васильевич меняет профессию. Сколько радости, теплого смеха и улыбок рождал у зрителя этот актер. И здесь он куплен, чтобы толкать этот мусор. И для того, чтобы овладеть вниманием зрителя, был использован как тряпка именно он. То есть наверняка организаторы этой рекламной компании, которые думали, надо же, мы закупаем эти куски круглого кругляшек и даже не металла за рубль, за единицу в партии и продаем за 10 тысяч рублей. Это фантастический навар. Учитывая такие деньги, которые мы зарабатываем, мы можем позволить себе рекламные компании хоть какие крутиться в прайм тайме, купить этих актеров, вызывающих самые теплые ассоциации. Но обратите внимание, почему пункт 3 я прочувствовал так остро. Потому что у меня был за плечами этот пункт 2. Я сам был по ту сторону. Но я был один раз. Я к тому, что я больше не позволял и не позволяю себе заниматься мифотворчеством, эксплуатируя некомпетентность людей. Итак, воспоминания о браслете. Как продать дорого дешевый кусок даже не металла. Овладеть вниманием, используя всеми любимого актера, к сожалению. Плюс легенда. Какой-то волшебный металл, который исцеляет. Плюс внушение. Купить его. Двигаемся дальше. Вот человек... Вот этот урок про психогигиену. Про то, что это ваша задача себя защищать. Если вы думаете, что о вас хотят позаботиться, то я хочу сказать, что вы немного ошибаетесь и есть идеи пополезнее, чем это. Теперь давайте мы с вами этих трех воспоминаний достаточно. Очень важно замечать вот эти три слоя воздействия. Когда задача – внимание зафиксировать. Когда задача – это внедрить некую иллюзию, легенду, миф-пух. В которых есть какое-то внушение что-то делать. Еще очень важный момент – это пункт 4. Я напишу здесь. Мы сделаем так. Молекулярный состав пуха. Необходимо же эту легенду и пуха сделать такими, чтобы их, используя, была возможность заглушить, погасить и нейтрализовать критическое восприятие у жертвы. Даже если мы вспомним вот эту рекламу с браслетами, которая произвела на меня тогда большое впечатление. Вот благодаря, кстати, вот этим трем воспоминаниям я и решил во многом посвятить свою жизнь, развитию мышления, чтобы не вестись на такого рода легенды. Это лишь частный случай их применения. Молекулярный состав этого пуха. Для того, чтобы этот пух… Давайте немножко, я не отсюда начну. Молекулярный состав пуха. Ну вот вы можете сказать. Но ведь в некоторый пух можно верить, можно не верить в него. Можно ему противодействовать. Ну да. Вы можете пуху противодействовать. Но здесь я вспоминаю такой анекдот. Ну, вы, наверное, надо мной шутите. Таких выгодных условий, которые предлагаете вы, их просто не может быть. 50% годовых. Да если бы у вас были бы такие условия, вы бы сами в себя вкладывали. Что вы, что вы. Специально для вас, как для нашего особого клиента, мы готовы предложить 300% годовых. Да. Когда я могу принести вам свои деньги. Смотрите, чем ложь является слаще, тем сложнее в нее не верить. А люди, как правило, верят в то, во что верить хотят. И вот где речь идет, пункт 4, молекулярный состав пуха, давайте мы его с вами посмотрим. Задача, чтобы в пухе были следующие молекулы. И тогда он сработает до мозга костей. Это, конечно, страх. Если нажимать на кнопку, на струну страха человека, он никуда не денется. Он начнет выполнять команду. Даже эту историю с браслетом. Знаете, мои дорогие, я думаю, что вы не удивитесь, если я вам скажу, что многие мои сверстники давно уже почили и оказались на том свете. Мне, честно говоря, так жаль искренно, что они не знали, что есть такая чудо-штука, которая позволяет сохранить и приумножить наше здоровье. Разрешите, я буду использовать эту аналогию с этими браслетами. Это, конечно, то, что я говорю, не является дословным, о чем речь там шла. Это я сейчас придумываю. И вот если человека нажимать на страх, неужели вы и дальше готовы жить так, как вы живете сейчас? Посмотрите, во что превращается ваша жизнь. Видите, я вам сейчас показываю вот эти игры на струнах страха. И зачастую, которые используют беспощадно, люто, вдоль и поперек продавцы воздуха и пуха. Как та история с браслетом, да и прочее. Я думаю, вы сами большое количество сможете вспомнить моментов, важных на эту тему. Далее. Это, конечно, кнопка «Дети». Наверняка вы хотите, чтобы ваши дети прожили гораздо более счастливую жизнь, чем вы. Знаете, когда ваши дети вырастут, я думаю, что они будут вам благодарны за то, что вы воспользовались этим прибором. Вот те знания, которые вы получите, позволят вам сделать так, что ваши дети будут страдать гораздо меньше, чем дети тех людей, которые этим не воспользовались. Я сейчас такие явные и грубые показываю элементы, легенды, на которых есть попытка играть на этой струне. Конечно, очень важный момент. И мало кто перед этим может устоять. Это жадность. Вам необходимо успеть запрыгнуть в выходящий вагон этого уходящего поезда. Имейте в виду, если вы произведете оплату сейчас, то у вас будут два по цене одного. Даже если человеку это один и даром не надо. Жадность. Она всепоглощающе пожирает изнутри. Далее. Что здесь можно еще ввести? Здоровье. И страх его потерять. Это версия 2.0, которая позволяет вам сохранить здоровье. Потому что молекулярный состав сосудов, по которым идет ваша кровь, насыщается недостаточной кислородом. И чтобы открыть у нее эту возможность, вы можете использовать вот эту спичку, поставив ее вертикально, которая позволит вам улавливать сигналы из космоса и начинать чувствовать жизнь. Как после этого верить в астрологию? Это воспоминание 5.0, про четвертый пункт мы еще будем дальше говорить. Но сейчас я напишу воспоминание о последних страницах газет с программой передач. Вы, наверное, помните такие? Они выходили по средам или по вторникам или по четвергам. Что-то типа Панорама ТВ или Петербургский телезритель. Вот у нас были такие или, может, и сейчас есть. И меня всегда так радовала возможность открыть там страницу с прогнозами. Будучи девой, я посмотрел, что написано там мне. Я смотрел, что написано другим знаком. И я уже тогда понял в свой подростковый возраст, наверное, в лет 11, что все, что там написано, написано для того, чтобы читатель хотел это читать. Его немножко приободрили. Его немножко закошмарили. Ему немножко дали какой-то совет. И в каждом из 12 абзацев в соответствии с каждым месяцем даты рождения знаком там, в этих газетенках, было то, с чем невозможно поспорить. Знаете, в течение этой недели вы повстречаетесь с нечто таким, что может вас расстроить. На первый взгляд вы подумаете, что нет выхода в этой ситуации. Но потом, присмотревшись глубже, вы заметите, что выход, он там, где вы меньше всего будете искать. И те люди, которые казались вам друзьями, окажутся не такими близкими, какими вы их считали, а те люди, которых вы считали своими врагами, неприятелями, окажутся теми, кто оказывается готов принять в вашей жизни максимальное участие, ничего не требуя взамен. И подобного рода дичь была написана там. Она словно в рандомном порядке помещалась под каждый из месяцов. Я уже тогда заметил. Надо же газетенку продавать. А наличие там этого пуха дает возможность ее, видимо, продавать ярче. Внимание зафиксировано. Некая легенда придумана. Будто написанный текст имеет отношение к вам. Это сгенерированный на ходу автоматический рандомный текст. Из уже заготовок, меняя слова на синонимы и наблюдая тем, чтобы они хотя бы немножко отличались по знакам ради приличия. Чтобы заполнить эту соответствующую страницу. Чтобы продать газету. С улыбкой перелистывая страницу, я двигался дальше. И моя любимая игра в этом ключе была таковой. Громкий заголовок, которым пытаются овладеть моим вниманием. Вот он. Агутин сказал Валерии, троеточие, чего? Пух, о котором идет речь. И какая там команда внутри? Внушение, что-то делать или нет? Ну, в данном случае этот яркий, громкий заголовок это как команда «Купи меня, я газета». Ты должен меня купить. Тебе должно быть интересно. Воспоминания о последних страницах газет с программой передач с астрологическими прогнозами. Ага. Где тоже овладеть внимание, интригой, что это конкретно про тебя. Плюс некий пух, что есть какие-то звезды на небе. звезды на небе, которые о чем-то говорят людям. Плюс команда «Купи меня быстро». Я вас приглашаю плавно начинать перестать верить в слова. Вы словно начинаете отодвигать в сторону эту мифическую пух-составляющую. И вы начинаете видеть что. Итак, мы возвращаемся к молекулярному составу пуха. Страх, дети, жадность, здоровье, вина, стыд. Неужели вам не стыдно продолжать жить так, как вы сейчас живете? А, обратите внимание, особенно в вербовочных аспектах, где задача заставить людей воздух купить. То есть, чем больше это добавленная стоимость, чем менее значимым как бы является продукт, тем сильнее должен быть миф. неужели вам не стыдно жить так, как вы живете? Вы же не понимаете, что вот здесь вот, вот здесь вот у вас есть всего один шаг из вашего текущего состояния в то состояние, где вам возможно все. Посмотрите. Посмотрите на этих людей, которые нам доверились, и какими теперь они стали. Ну вот, если вам таким образом полощат мозги, бегите. Ну так, любопытство. Это будет очень интересно. Вы такое узнаете. Я вам сейчас покажу такой тизер. Вау, там такое будет. Да? Зависть. Неужели вам нормально, когда вот эти люди такого же возраста, как вы, делая гораздо меньше, чем вы, живут вот так роскошно? То есть, я к тому, что своего рода это все страх, дети, ну, дети, забота о детях, как кнопка, как струна, жадность, здоровье, вина, стыд, любопытство, зависть. Это все то, что является ахиллесовой пятой человека. Это все некоторые дыры в его защите, сквозь которую могут змея внушения вот этого воздействия проползти. Вот именно поэтому я так часто говорю в пространстве своих уроков о внутренней защите от манипуляций. Это моя разработка. Я слышу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать, а чувствовать, делать, в. Но я распознаю эти манипуляции, поэтому я выбираю думать, г, чувствовать, д, и делать, е. Альберт, неужели ты и дальше намереваешься жить так, как ты живешь? Посмотри, вступи в нашу команду, и тогда ты начнешь жить гораздо лучше. Я вижу манипуляцию, которые меня пытаются заставить думать, что я живу неправильно, чувствовать вину и послушно делать то, что от меня требуют. Но я свободный человек, я выбираю думать, что все в порядке, и просто пытаются нажать на какую-то кнопку, используя этот миф, чувствовать радость, что я его распознал и не ведусь, и спокойно ухожу, или задаю уточняющие вопросы. итак, вот это важный момент распознавать эти три слоя, эти три слоя распознавать, и не следовать им послушно, знаете, вне критического фактора, а тренировать вашу способность воспринимать поступающую информацию критически, думая о том, всегда, что конкретно от вас хотят, на какое поведение вас провоцируют. Это и есть психогигиена, понимать эту структуру, этой дрессировки. Далее, шестой момент. Вот этот миф, этот пух, о котором идет речь, он должен быть обязательно потом, после этого эпизода воздействия обработки, запрятан через смещение фокуса внимания. Например, если мы вернемся к этому рекламному воздействию, используя этот браслет из даже не металла, чтобы заставить людей за 10 тысяч рублей покупать то, что и рубль не стоит, нужно в конце, что-то в конце начинает там улыбаться и смеяться. А сейчас давайте я вам покажу, как я играю со своим песиком. Эй, Родригес, иди ко мне. Хороший мальчик. Как я его люблю. Вот это в конце. Нечто такое, что человек может использовать при воздействии на вас, чтобы посыпать снегом на свои следы. чтобы спрятать свои следы. Потому что если, например, вот говорить прямо, вот кусок браслета, ну-ка, давай мне деньги, а я тебе кусок браслета, то как-то странно, конверсия будет недостаточно хорошей. А поэтому в конце необходимый еще пух завершается смещением фокуса внимания на что-то другое, позитивное. Например, с трогательными отношениями с собакой. И вы после этого, словно поступающий к вам поток, начинаете скальпелем нежно делить на три части. и вы начинаете замечать, словно нет ничего, что происходит как-то случайно, просто так. Словно у всего есть своя функция, то есть то, ради чего это производится. Вы договорились с человеком о встрече в 10 часов утра. он опоздал и потом дико извиняется. У этого тоже есть функция научить вас глотать его опоздание. А извинение здесь это пух и оправдание. А сама команда и внушение здесь, ты должен спокойно смотреть на мои опоздания, воспринимая их как должное. То есть или знаете, вы начинаете знакомиться с человеком, который вас интересует в романтическом сексуальном плане и ваше знакомство начинается с того, что вы слышите в свой адрес. Ты знаешь, меня совершенно не интересуют женщины или мужчины или серьезные взаимоотношения здесь, и меня обычно очень сложно как-то завоевать и как-то мне понравиться. И вы начинаете понимать, вот это пух, вот это миф этой манипуляции, в которую вас вгоняют, где команда, но я надеюсь, ты не будешь таким слабаком, как другие, и докажешь мне, что заслуживаешь мое внимание. То есть видите, вы таким образом начинаете видеть вот эти три слоя, где внимание ваше им выводели, и оно приковано, а то это твое внимание, где втирается некий пух, словно да тут ничего серьезного не происходит, и где команда, ты должен делать так. Я совершенно ничего не успеваю, все валится из рук. Слушай, ну ты же настоящая мать, женщина, ты же настоящий мужчина, ты же мне поможешь. Эти бровки домиком вначале, чтобы зафиксировать внимание, даже слезы можно из себя повыдавливать. Этот пух, что сложное, все валится из рук, и команда, ты должен обслуживать мои хотелки. да где угодно. Вот это в рекламном воздействии в первую очередь замечать, во взаимодействии людей друг с другом тоже замечать. Вот эти три слоя, вот эти три слоя, которых мы с вами тут говорили. Итак, вот такая вот у нас история, даже с некоторым конспектом. Приведите ваши примеры из жизни. Знаете, еще вспоминаю, уже будучи старше, нажимая на кнопки пульта, а телевизор прекратил свое существование с подключенной сетью к нему с того момента, как я начал учиться в колледже после девятого класса. Я уже тогда телевизор не включал. Ну, так вот, иногда замечаю его включенным. Помните такую передачу, когда там, допустим, четыре пустых квадратика, три буквы написано P, E, N, а четвертый квадратик пустой, ну, мягкий знак, судя по всему, или там пена. Два очевидных слова, если четыре буквы, пень или пена. И очаровательная ведущая с ярким, громким, вопиюще, кричащим декольте, из которого соски рискуют прямо вывалиться наружу, с ярким макияжем, это как зафиксировать внимание зрителей. Ой, мальчики, девочки, неужели никто из вас не может угадать, что это за слово? Тут на кону уже 50 тысяч рублей за один звонок, ну, почему никто не звонит? Я уже сама начинаю догадываться, что это за слово, и даже не знаю, мои хорошие. И такая шутка здесь. Зритель, наверное, сидит и думает, вот они тупые, надо звонить, а у него за каждый звонок деньги списываются, или там за смс-ку деньги списываются. Я подумал, надо же, внимание зафиксировано этими вторичными половыми признаками этой очаровательной особы. Пухом, мифом, легендой является то, что есть какие-то буковки, и есть приз, который вы получите, и все остальные не могут с этим справиться, дурышки. И возможность человеку, отправляющему смс-ку, потешить свое самолюбие, но в отличие от других я-то знаю, какое там слово. Здесь задача, главное, найти баланс, чтобы эта загадка была не сильно тупой, иначе это будет выглядеть подозрительно, правда? Ну, так вот, ну, почему вы не отправляете вашу смс-ку? Ну, давайте, мои хорошие. Понятно, да, это пух, это мифическая составляющая. И сама внушение здесь, отправь смс-ку и заплати нам деньги. Вот эти три слоя, пока ты не научишься замечать эти три слоя, есть над чем работать. пример истории с тремя слоями. Понятно, что я сейчас все, что буду, что я буду сейчас рассказывать в качестве примера, я это придумываю на ходу, я эту модель обязательно преподаю, обязательно, и с точки зрения педагогических задач, люди, с которыми я работаю, ее адаптируют, человек может замечать только то и осознавать то, что умеет сам делать. Именно поэтому пункт 2, он тут крайне важен, который рассказал, как я сам этим воспользовался абсолютно в юном возрасте. Ну, я на белой стороне, и мы занимаемся защитой от темных искусств всегда. Ну, так вот, пример истории с тремя слоями. Ой, знаете, все, я сейчас, давайте, вот, я сейчас скажу 1, 2, 3, и после этого вы видите не вот Альберта, который с вами по-серьезному разговаривает, а я буду показывать сценку, хорошо? 1, то есть это сценка, пожалуйста, не вырезайте ее из контекста. 1, 2, 3. Ох, блин. Слушайте, знаете, я такую вам историю сейчас расскажу, вы просто, наверное, удивитесь, я даже смею предположить, вы даже такого, наверное, не слышали никогда, но я просто в дичайшем восторге. Ладно. Рассказать? Короче, слушайте, ребята, я тут на днях, представляете, шел, у нас тут морозы были, минус 20, шел по улице и встречаю, по улице идет, в общем, дядька один, он в трусах идет и в сандалиях на улице минус 20, я думаю, ты как-то не замерз вообще после этого, представляете? Он идет, как будто так и должно быть, на улице минус 20, а человек идет просто в трусах и в сандалях, ну, как трусы, плавки, там все нормально было, и сумку несет в правой руке, на работу он шел. Ну, я тот, конечно, этот монстр общения, но мне так любопытно стало, что я подошел и говорю, здрасте, а как вам не холодно? Он мне такую тему рассказал, просто. Он говорит, ну, мне, сколько ты мне лет дашь? Говорит мне. Как тебя зовут? Ну, Альберт, сколько лет? Ну, я думаю, вам там, ну, 42. Издеваешься, мне 57. 57! Я вообще удивился. Человеку, ну, и то я 42, я как бы уже предполагал, что этим вопросом он немножко хочет меня в заблуждение ввести, как бы разыграть. Я как бы накинул, там, там больше 35-ти, ты не дашь, говорю, 57. Я просто охренел. Человеку 35 лет он выглядит, он говорит, 57. Вам не холодно на морозе и выглядите вы хорошо. Он мне рассказал такую тему, я думаю, странно, как он так делает. Я вижу у него на внешней стороне правой кисти вот здесь рисунок, рисунок, у меня тут ничего нет, у него там рисунок, вот рисунок какой-то есть, рисунок. Он говорит, слушай, ты, наверное, не знаешь, но есть вот такая методика, техника, называется тоннель к внутризнательному, который достигается через вот такое начертание на коже, которое подсоединяется и, вглядываясь в этот рисунок, в течение дня на протяжении пяти минут у тебя формируется вокруг щит энергетический, который защищает не только твое тело от мороза, но еще и твой организм от вирусов и бактерий. Я, во-первых, удивился, он мне такое сказал вот так первому встречному, но он после этого спрятал рисунок, говорит, что, ну, понимаешь, как бы, если человек не подготовлен, то он может не, ну, ну, это знание может его уничтожить, уничтожить может. Это особенное тайное знание, в общем. А вы знаете, я, в общем, ну, он мне говорит, ну, потрогай, хочешь удивиться, а я кладу руку и вот я подношу и там действительно тепло становится. Думаю, как это работает? А он мне говорит, а знаешь, когда я последний раз болел? Насморк. Когда? 32 года назад. С тех пор не болел ни разу. И вы знаете, я ему даже не верю, что он мне говорит, но то, что я вижу своими глазами, это реально так. Я говорю, слушайте, а будет возможность поподробнее узнать, как это сделать, тоже так охотно. Ну, не знаю тебя. интересно могу тебе сказать. Ребята, мне, короче, удалось его в пятницу пригласить. Ну, у него выступление будет в пятницу. Сказал, ладно, давай там, что, ну, ну, нормальные условия удалось выбить, короче. Я вам про это чуть подробнее расскажу, но просто тема, вы когда-нибудь с таким сталкивались, что человек идет и на морозе ему тепло, выглядит на 20 лет младше и никогда не болеет. Реально, видимо, какие-то тайные знания работают. Ну, вообще его зовут Вячеславыч, он сказал так обращаться, Вячеславыч. Но у него есть какое-то внутреннее имя вот в этой их теме, я так и не запомнил, что-то вроде там какого-то там кручист или трубочист, я даже не запомнил, там у них какая-то своя эта тема. Ну, вот в пятницу он сказал, готов рассказать об этом подробнее, в общем. А вы когда-нибудь встречали таких в трусах на улице людей? Ну, так вот, все, я возвращаюсь в конспект, немножко я так заигрался, что было фиксацией внимания в данном случае, овыводеть вниманием. Это трогательная история о том, как встретил вот этого человека в трусах, который мог быть выдуман абсолютно на ходу в данном случае. Что было пухом? Какие-то знаки, какие-то рисунки, какое-то тайное знание? Нет, нет никакого тайного знания. А что было внушением на команду, командой самой? Ты должен узнать, хотеть подробнее, когда этот закрытый семинар, мастер-класс, сколько он стоит, как мне удалось с ним договориться. Ты же не хочешь болеть, выглядеть старым и мерзнуть на морозе? Вот эти кнопки были самые очевидные и задействованы. Пример истории тремя слоями. Я ее рассказал, это важно замечать. Люди, в данном случае, будучи нашпигованными достаточно крепким мифом, могут платить деньги, чтобы читать сформулированные на ходу для них предсказания. при должном мифе люди готовы платить деньги за возможность стучать себе кулаком по лбу. Они не просто стучат кулаком по лбу, а они таким образом настраивают внутреннее свое. Давайте я вам покажу. Смотрите, нужно вот так это делать. Да, и тогда вы соединяете эти чакры, которые, взаимоусиливаясь, открывают у вас портал в космос. Но это тайная техника, и мы ее будем разбирать на 23 ступени. Это очень важный урок. Замечать эти три слоя. Это действительно защита от темных искусств. Я сейчас вспомнил эту метафору из-за вселенной Гарри Поттера. Но кто, если не я, будет вас в это посвящать? Ладно, все. Извлекаем себя из этого пузыря. Пункт седьмой. Поэтому мы с вами глубже в этом уроке зашли в структуру манипуляций. Я поделился с вами этими важными воспоминаниями по этой теме. Показал. Поэтому самый главный момент это замечать вот эти три слоя. смотри какое яйцо овладеть вниманием. Мифическая пух, легенда составляющая это в этом яйце желток и белок. А само своего рода некоторое внушение команда делай это поведенческое. Это игла в желтке. Три слоя. Ваша задача в этом уроке, в котором я художественно об этом рассказал, эти три слоя замечать. Эти три слоя замечать. В этой вселенной уже почти не материи, а информационных невидимых нитей и потоков замечать. я бывает открою ту или иную сеть и вижу там социальную сеть имею ввиду и вижу там человека, который позиционирует себя как гуру на фоне статуй в белых одеяниях втирает такую дичь доверчивым овцам. Внимание зафиксировал через запахи статуи, длинные распущенные волосы и взгляд вдаль. С точки зрения базаров типа той модификации вас в течение дня ждет некоторое открытие и внушение. Хочешь знать подробнее? Приходи на следующую ступень. Не верьте в слова. Замечайте. Не верьте в слова, которыми сконструирован пух, миф, легенда. Владеете вашим вниманием, не позволяя никому у вас его отбирать. И замечайте команды. Задача быть хозяином своего внимания. Задача не очаровываться мифом, в который меня поглощают. Задача замечать эти команды, которые иглом спрятаны в яйце. Вот такая история у нас с вами. Я вас благодарю за внимание. С вами Альберт Сафин. Этот урок зрел сегодня. Он зрел всю жизнь. И зрел весь день. Я, соединившись с потоком, сказал, «О Вселенная, поделись мудростью своею сквозь уста мои, и знание пришло». Понятно, да? До скорых встреч, мои дорогие. Да, и вам домашнее задание. Привести примеры, удобоваримые, пожалуйста, раскрыв три слоя в них. Три. Как фиксируется внимание, используя какие кнопки, зафиксировать его необходимо. как построена легенда, пух, миф, и какое там внушение, команда, что делать, что не делать конкретно. Приводите ваши примеры. До скорых встреч, мои дорогие. Пока. тихо. Тихо. Тихо.